Всем привет! Вы на канале по художественной гимнастике. Меня зовут Екатерина Пирожкова и сегодня мы сделаем детальный разговор выступления гимнастки. И для начала давайте его посмотрим полностью. КОНЕЦ КОНЕЦ Разбор выступления гимнастки с мячом. Мы посмотрим всевозможные ошибки, что оценивается по правилам соревнований, что не оценивается, где могут быть сбавки и за что. Оргновесие выполнено хорошо, бросок был выполнен достаточно для того, чтобы активировать этот элемент. Он был зафиксирован. Но после элемента, смотрите, произошли дополнительные шаги. Та-дам! И это будет ошибкой и избавкой за отсутствие логики в упражнении. То есть здесь было бы правильным сделать либо танцевальные шаги какие-то, либо просто затянуть ноги и стоять без движения. Потому что каждый шаг, когда мы идем на ловлю, является сбавкой в исполнении. Если мы делаем один шаг, снимается одна десятка. Если мы делаем более двух шагов, то уже сбавка 0,3 по исполнению. И артистика снимает за отсутствие логики в упражнении. Поэтому давайте не будем допускать этих помарочек. Вот смотрите, раз, три, день. То есть зачем было делать вообще эти шаги? Окей, дальше ловля в одну руку. Она была выполнена чистенько. И что мы видим? Мы видим, что просто была ловля в одну руку без зрительного контроля. Один критерий. И потом гимнастка опустилась на пол. То есть это момент волны. И мы делаем тут волну и без зрительного контроля. И здесь ловля засчитана. Если это ловля с высокого броска, то идет серьезная надбавка 0,4. Если это с маленького броска, то 0,2. Дальше. Перекат выполнен правильно. По двум сегментам тела. С ягодиц по рукам до кистей. И второй перекат. Опять же с рук по рукам и спине до ягодицы. Два переката выполнены хорошо. Подпрыгиваний не было. Руки прямые. Мяч не упал. Это абсолютно засчитанные мастерства. Д, а с предметом. Следующий перекат. Здесь была ошибочка. Ловля в две руки. Видите? И это ошибка. Сбавка на одну десятую. То есть если мы ловим в две руки мяч, неважно, это с переката в две руки, либо с броска в две руки, с отбива в две руки, здесь всегда будет сбавка за исполнение. Поэтому все время берите мяч в одну руку. Дальше. Смотрим. Равновесие под ше и перекат. Без зрительного контроля. По двум букам. Чисто выполненный перекат. Без подпрыгиваний. Засчитано и равновесие, и сам перекат. Дальше, смотрите, очень логичный переход. То есть гимнастка не сделала никаких шагов, никаких лишних движений. После панше сразу же шаг и выход на прыжок. Отлично. Сбавок нет ни по артистике, ни по исполнению. Прыжок с броском, прыжок под броском и прыжок на ловле. Это серия прыжков. Это риск. И здесь мы должны посмотреть и на качество прыжков, чтобы был шпагат, и на качество ловли, чтобы правильно была выполнена ловля. И здесь мы видим, что гимнастка, в принципе, успела сделать прыжок. Была недостаточная высота в третьем прыжке, но хорошее разведение ног с хорошей амплитудой. И ловля в две руки – это сбавка в исполнении. То есть здесь лучше было бы поймать, например, без кисти, вот зажать, прижав мяч к груди. Или в отбив руками – это был бы еще дополнительный критерий. Возвратный бросок. Или ловля в одну руку, что дало бы дополнительные критерии за этот риск. А так все, их защитные элементы тоже. И сразу же перекат на танцевальную дорожку. И здесь тоже без паузы. Смотрим. Раз, два, три. Без паузы гимнастка вышла на танцевальную дорожку. И было все хорошо. Дальше идет перекат. Смотрите, по рукам. Перекат засчитывается, да? Но идет остановка на перекате. Раз, остановка два. Остановка два вращения. То есть здесь у нас перекат по двум частям тела. И здесь учитывается два критерия. Первый критерий – это безвисленный контроль, когда мяч прокатывается за головой. И второй критерий – это вращение. Вот вращение должно быть на 360 градусов. Полное вращение. Гимнастка не сделала полное вращение, была остановка. А потом резко переключилась и пошла в другом направлении. То есть здесь желательно вот это вращение сделать очень слитно, без остановок, без того, что так, сюда закончила, так, а теперь вот сюда, в другом направлении пойду на следующее движение. Поэтому здесь мы добавляем слитость вот этого вращательного момента на 360. Восьмерка на волне. Очень хорошая восьмерка, хорошее опускание. Все засчитано. И здесь немножко, опять же, нету соединения между движениями. Посмотрите, была волна в одну сторону, панс, и резкое переключение в другую сторону. То есть села в одну сторону, резко раз развернулась и начала почему-то перекат в другую сторону. То есть логичнее было бы сделать волну, опуститься на колени и в ту же сторону начать делать перекат по спине и рукам, который выполнен хорошо. Подъем тоже логичный. Следующий перекат, посмотрите, куда он был начал, в какую сторону, и в какую сторону был завершен. И здесь, опять же, мы смотрим на вращение 360 градусов. Все, гимнастка доделала его, все хорошо, 360 градусов было, перекат полный. Вот здесь был подскок мяча на следующем перекате. И когда у нас есть во время переката подскок мяча, то это сбавка в исполнении одна десятая, и весь перекат уже не засчитывается. Поэтому здесь мы смотрим, чтобы перекат был сделан чистенько и гладенько. Фуэте. Двойное вращение. И здесь ошибочка есть, зажатый мяч. То есть если мы мяч зажимаем, прижимаем его к запястью, то здесь идет сбавка одна десятая. Поэтому следим, чтобы даже на вращениях мяч лежал на открытой ладони, и чтобы не было никакого зажима. Ну и здесь я, конечно, порекомендовала бы сделать не просто двойное вращение, а опуститься на пятку и выйти еще хотя бы на одно вращение, чтобы это было прям чистенько фуэте. Фуэте – это серия повторяющихся вращений в одной и той же форме с опусканием пятки после одного или двух или более вращений. Поэтому и здесь, чтобы фуэте было защитно, прям как фуэте, я бы еще один тур сделала, и был бы супер. Риск сделан хорошо. Три динамических вращения было выполнено подряд, без остановки, мяч пойман чисто в одну руку, в колесо. И что мы здесь видим? Посмотрим на ловлю. Вот в момент ловли гимнастка стояла на двух ногах, видим, да? И мы принимаем мяч, еще стоим на двух ногах. Вот чтобы нам засчитали вращать на момент на ловле в колесо, нужно в момент ловли уже поднять ногу, идти в колесо. хотя бы начать это движение и стоять уже спиной вниз, ногой вверх. Вот тогда этот ловля, повращательное движение будет засчитано. Поворот панше. Вот здесь гимнастка опустила пятку, и мы после вот этого опускания пятки, все, что было скучно после этого, уже не засчитывается. То есть, если чувствуем, что опустить пятку хотим, да? То есть, надо сразу подниматься. И здесь видно, что гимнастка хотела выполнить поворот на высоком полупальце. Если здесь у нас высокий полупальц, и она сразу же выходит, да, на высокий полупальц, и раз, вот мы видим, высокий полупальчик, и опускается пятка сразу же практически, вот она сделала один, и сразу же опустила пятку. То дальше, после этого опускания пятки, поворот не засчитывается, сколько бы она ни скрутила. Каждая из вас может достичь высоких результатов. Совершенствуйте свою технику и не останавливайтесь. Больше о неочевидных ошибках, ведущих к сбавкам на соревнованиях и об изменениях в правилах Российской Федерации, поговорим на бесплатном вебинаре. Регистрируйтесь по ссылке в описании к этому видео. И до новых встреч!